Итак, в чем суть? В 3D Max, как вы наверняка знаете, можно рисовать практически все, что хочешь, начиная от лиц людей и уровня для компьютерных игр, заканчивая нашими любимыми интерьерчиками и домиками. И вот отдельная тема в Max это рисование всяких технологических изделий. Сложность там в том, что в технологических изделиях есть участки, которые Max рисовать, честно говоря, не очень будет. Всякие фаски, филенки, швы, бортики. Системы изначально заточены под такой дизайн технологического производственного цикла, как, допустим, SolidWorks. Там все это получается куда легче. Но это инженерные пакеты. Max художественный пакет. И тем не менее в Max очень неплохо можно нарисовать практически любое технологическое изделие. Да и без слова практически. Точность, конечно, будет не та же, что в Solid. Но когда речь идет о визуализации, то есть о создании презентационных картинок, роликов, каких-то материалов для рекламы, там точность не нужна. Нужна, я бы так выразился, красивость. И вот сейчас я открою папочку с частично готовым примером. Ну, пример готов частично весьма условно. Смотрите, что мне изделилось. Я взял боксик. Вот такой обычный боксик. Мы можем посмотреть на него в режиме, который не позволяет видеть текстуры. И в этот боксик я наклеил текстурочки мобильного телефона. Так что с какой стороны ни посмотри, я вижу текстуру той стороны, которую с этого ракурса мы с вами должны увидеть. С таким же успехом это мог быть и пылесос какой-нибудь, и автомобиль. Это все делается примерно одинаково. И вот общая концепция технологического дизайна, она сводится к тому, что все технологические предметы, в отличие, допустим, от живых существ, они выполнены из отдельных панелей, из кусочков корпусных. Они очень редко бывают цельнолитые. Ну, конечно, надо может какую-нибудь чугунную гирю привести, в пример, она цельнолитая. Ну, мы ее рисовать не будем. А вот телефон, самолет, автомобиль, это всегда будут панели отдельные. И концепция такова. Сейчас, секунду. Опа. Все в порядке? Теперь картинка живая? Дорогие мебинаристы. Да, извините, заело немножко кнопочку. Все, теперь направили. Так вот, концепция такова, что самый простой подход. Мы сначала строим очень грубый прообраз модели. В Максе есть простые средства построить его. Потом мы распыливаем его на отдельные панельки, и потом уже добавляем детальки в эти панельки. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я рисую боксик, то есть от прямоугольных параллелепит по размеру этого самого телефончика. Там размеры, конечно, плюс-минус важны, но не настолько. Тем более сейчас мы с вами вырежили обучение, может быть, не заморачиваться особо. Добавляем ему немножко сегментов. Сегменты нужны для того, чтобы устойчивость добавить сетки. И делаем так называемое преобразование в редактируемую поле модели. Теперь отрезаем половину этой модели. Ну, вот мне почему-то нравится отрезать правую половину, хотя можно и не. Применяем команду, которая называется симметрия. Она будет достраивать вторую часть модели, и это при том очень-очень надолго сохранится в подходе. И применяем команду, которая называется сглаживание. Ну, это условное название, правильно называется openSubdiff. Ну, и вот мы получили такой обморок. К сожалению, Max при сглаживании очень сильно теряет четкость модели. Поэтому потребуется добавление дополнительных ребер, чтобы четкость удержать. Но сейчас самое главное, что мы должны сделать. Пока у нас очень мало так называемых ребер и вершин, мы должны, пользуясь этим малым их количеством, выстроить аккуратно вот эту форму. Потому что когда вершин будет много, поддерживать форму будет намного сложнее. Используя команду connect, которая добавляет ребра, я немножечко усложняю форму, добавляя новые ребра в те места, где требуется какое-то сглаживание. И вот так вот это сглаживание настраиваем. Здесь все в порядке, здесь тоже все в порядке. Давайте полюбуемся на боковой вид, как у нас тут. Ну, по верхней стороне норм, по нижней стороне тоже все хорошо. Что у нас творится здесь? Ну, вот здесь, наверное, самое плохое, потому что краешки закругляются некрасиво. В технологических изделиях есть пара трюков, которые позволяют очень спокойно относиться ко всем этим закруглениям. И первый из них – все края у моделей обязательно должны иметь двойные ребра. То есть вот идет ребра и еще одно. И рядом идут дополнительные ребра поддержки. Если у вас будет вот такая секта с двумя ребрами по каждому краю, то модель не будет излишне закругляться. Все края будут жестко смотреться. Ну, возможно, это и не нужно, так делать не стоит. Но, как правило, все детали, начиная от какого-то, не знаю, пультика к телевизору, и заканчивая сноубордом каким-нибудь, почти всегда по краю они довольно четкие. Вот эти вот двойные ребра как раз позволяют поддержать четкость. То есть добавляем ребро сюда, располагаем его, добавляем ребро снизу, располагаем в нужном месте. Ну и добавляем ребро по всей боковой стороне. То есть вот так вот. Опа. Ставим его как-то так. Вот эти ребра нужны для того, чтобы на сглаживание модель получила четкие очертания. Вот теперь мы с вами видим, что избыточная вот эта вот зализность, нельзя сказать, что полностью исчезла, но ее куда меньше чувствуется. Дальше. Сами внешние углы. В МАКСе есть такая заморочка. Вот такой вот угол, к которому не подходит дополнительная линия точки. Очень нежелательно. По многим причинам. Например, не работает так называемое выделение петли. То есть если ты дважды щелкаешь по ребру, у тебя выделяется не только ребро, но и все ребра, идущие от этого по кругу. Вот как модель. Это очень важный трюк, без которого работать сложно. И вот если у тебя есть так называемый Y-угол, это вот похоже на букву Y, если смотреть под углом, то выделение петли работать не будет. То есть двойной щелчок, и я вижу, что ребро доходит до этой точки и останавливается. Если же это ребро убрать, а как его убрать? Выделяем ребро, нажимаем Ctrl-Backspace. Опа, нет его. То вот теперь выделение петли работает нормально. Ну как нормально, вот до этого теперь. Здесь Ctrl-Backspace. Отлично. Вот сейчас то, что нужно, то есть у нас нигде нет Y-секции, везде только X-уголы, X-секция. То есть каждое пересечение, оно имеет форму крестика. Ну или буквы X. Оно может быть как-то завалено, перекошено, но эта точка из нее две линии выходит. И вот теперь двойной щелчок всегда будет выделять петлю в нужном направлении. Так, или так, или так. Это очень ускоряет работу. Смотрим, что получилось. Ну вот, отлично. Если уголки недостаточно скрукленные, вот эти, есть множество нюансов, как их доскруглить, но сейчас я не хочу особо усложнять жизнь, я сделаю так. Двойной щелчок по ребру, вот теперь я петлю могу выделить легко, и включение команды, которая называется «Отображай конечный результат». она позволяет видеть низкополигональную модель и одновременно с ней высокополигональную модель. То есть, двигая ребра низкополигональную модель, я вижу, как сглаживаются ребра высокополигональной модели. Здесь, здесь. Ну и, конечно, вот это ребро. Очень хочется, чтобы мы подвинулись с вами вправо. Здесь. Есть и другие способы, как сделать закругление более правильно. Вы, наверное, заметили, что все-таки сейчас вот этот вот угол, он не кажется красиво закругленным. То есть, вот эти вот внешние углы у телефона, но нельзя сказать, что вот это вот это, то, что у нас должно быть. Поэтому для по-настоящему аккуратных технологических моделей углы должны быть с дополнительными, друзья мои, двумя направляющими. Тогда вы сможете построить идеальный 90 градус. То есть, по-хорошему, конечно, надо взять, добавить одно ребро вот так, команды «Коннект». Вот мы добавились. Одно ребро вот так. Вот теперь у нас получается точка. Здесь. Здесь. Ну и желательно добавить ребро вот так. В Максе это, да, не самый удобный цирк с конями, когда ты добавляешь много рядов. Ну, по крайней мере, есть логика в этом. Вот все ребра добавлены. И вот эти уголки теперь получаются безупречны. Теперь каждый угол – это вот несколько тяг, которые его позволяют очень хорошо закруглить, получив идеальную форму. Что здесь, что здесь. Несмотря на добавление большого количества ребер новых, все равно все углы остаются x-пересечениями, то есть двойной щелчок по ребру продолжает его нормально выделять по периметру всей модели в легкую. Это очень полезно. Ну вот. Можно сказать, что все, что мы сейчас делали, это такая начальная подгонка базовой болваночки. Вот сейчас я этот процесс заканчиваю, двигаю точки. И вот эта болваночка, это и есть наш корпус телефона. Но дальше начинается проблема с тем, что задняя стенка телефона имеет одни детали, лицевая стенка другие, боковые стенки третьи. И вот тут и сказывается, наверное, самый эффективный подход марксовский в подобных изделиях. Это разъединение модели на отдельные части. Как только у вас получился некий контур модели, вот сейчас ее можно разъединить. И сделать это можно с помощью отсоединения полигонов команды Detouch. Только надо выяснить, как у этого телефона устроены панели корпуса. У некоторых телефонов это три панели. То есть лицевая панель – это отдельная деталь. Обратная, задняя крышка – это отдельная деталь. И боковая лента – это отдельная деталь. У некоторых телефонов это две детали. Это задняя часть отдельной детали, такая кроватка целью летая, прессованная. И к ней отдельная деталь идет экран. Вот здесь второй случай. То есть нам нужно, по сути, экранный блок, вот это вот все, отсоединить от кроватки. И тут не хватает одной линии. Кроватка вот эта, то есть металлический корпус, она имеет небольшой заход на лицевую сторону вот такой. То есть у нас не хватает одного ребра. Его можно добавить разными способами. Самый примитивный. Это, конечно, воспользоваться командой CAD. То есть взять команду CAD и вот так вот это ребро тупо дорисовать по точкам. Но не лучший способ, хотя работает. Есть еще один способ. Выделить все ребра, идущие поперек. То есть вот так вот. Были, кстати говоря, способы как-то сделать немножко еще быстрее. Ну ладно, я не стал сейчас демонстрировать какие-то сложные команды, а просто выделил их руками. И использовать команду CONNECT с открытой панелью настроек. Команда CONNECT понимает, что если ты выделил вот так, то хочешь провести ребра вокруг модели. И вот нажав CONNECT, CONNECT добавил новое ребра. Плюс есть возможность подвинуть его ближе или дальше от угла. То есть ты можешь не вписывать CAD. Но все-таки, честно говоря, CAD легко промахнуться по точке. Самое плохое не просто от угла, а еще и не заметить этого. Это вылезет потом в самый неожиданный момент и не будет здорово. Вот ребро получилось. Теперь, собственно, все. Можно отсоединять лицевую деталь. Чтобы было легче ее выделить, я прямо по этому ребру, который сейчас выделено, использую команду, называется разъединить. В этом случае ребро сработает как режущая линия и разрежет модель на две части. Называется это команда SPLIT. При ее нажатии с виду ничего не произошло. Но теперь это два элемента. То есть включив элементы, я выделю отдельный этот, отдельный этот элемент. Ну и взяв элемент экранного модуля, я нажму ему без затей DETACH. То есть отсоединение. Команда DETACH позволяет получить отдельный объект. И вот назову его SCREEN экрана. Взяв модификатора OPEN SUBDIF и симметрия, я их скопировал на экран. Поистим. И смотрите, что получилось. У меня отдельно получился экранный модуль. Вот он. Будущий. Спрячу его пока. И отдельная кроватка задней части. Со всеми необходимыми ее закруглениями. Здесь можно соединиться с командой CAD, тогда получится поаккуратнее. Ну вот. Важная деталь. Мне нужен у этой кроватки более четкий контур. Если посмотреть на фотографии вот этого телефона, здесь он имеет очень аккуратный, четко очерченный контур границы. То же самое, кстати, и здесь. Более жесткие контура вы можете получать, выделяя ребра. Вот видите, сейчас здорово сказывается то, что у меня двойной щелчок проходит по всей модели. И команда, которая называется Chamfer, позволяет врезать маленькое ребро сюда. Вот здесь будет вот такое ребро, допустим, в Game of the 0.2. А сзади будет еще сложнее ситуация. Я сделаю Chamfer большой. Вы, кстати говоря, сзади у телефона интересно сделаны. Вот у нас, например, у него там полированная панель. И она еще имеет два маленьких вот здесь и здесь жестких угла. Поэтому сначала сделаю большой край, нажму ОК и еще раз повторю Chamfer уже с маленьким звучанием. Вот так вот. Чтобы здесь прям такая лента пошла, срезанная. И получается теперь вот так. То есть здесь вот очень хорошо видно, что мы имеем вот такую вот четко переданную ленту. Потом можно покрасить, и будет специально более отполированным металлом, и как в жизни будет смотреться. Так, а тут тоже, как видите, получилась четкая линия. Но для того, чтобы сделать красивую линию шва, если вообще хотим ее делать, ну, честно говоря, конечно, хотим, то было бы здорово взять край, вот этот весь, и скопировать его с шифтом немножко внутрь. То есть получить как бы продолжение поверхности в глубину. Вот сейчас-то хорошо видно, как-то получилось. Чтобы копировать ребра, мы хватаемся с шифтом за стрелку и тянем. И вот получается копия. То есть, по сути, мы как бы загнули поверхность немножко внутрь. Теперь берем внешний край снова. И делаем так называемый экструд. 0 на что ему тип там? 0,1, 0,2. То есть мы укрепили этот край. Получается вот такая сетка. Вот как это выглядит. И в итоге-то что? А в итоге край этого телефона, кроватки, закруглился внутрь красиво. И образует теперь жесткую линию. И вот это выглядит как вполне промышленная деталька. Теперь уже совсем хорошо. Что удобно? Когда я смотрю на нее в окне фронт, я вижу лицевую сторону телефона. Но как только я переключусь на окно Back, я вяжу его обратную сторону. И вот я намерен вписать сюда окошко камеры. По поводу окошки камеры и прочих подобных изделий. Тут нужно вписывать круг. Круги Макс вписывает очень неохотно, если ты не знаешь пару секретов. Взяли ребра и коннектом разбиваем так модель, чтобы получилось ребро до круга, ребро после круга. Здесь тоже. Ну, в принципе, можно вот это подтащить. Также, одно ребро должно идти по центру круга. Тут можно не бояться добавлять много ребер по одной причине. Эта деталь уже отсоединена от экранного модуля. И как бы мы ее не усложняли, эти ребра на лицевую сторону модели не перейдут. В чем как раз и есть смысл разоединить детали. Ты можешь после этого каждую сторону отдельно обрабатывать. Извините, меня вебинаристы пишут, что звука нет. Друзья мои, у всех звука нет? Или все-таки звук есть? Напишите, пожалуйста, в чате, когда читаю вам. По моим прикидкам звук должен быть. Так, есть звук. Все-таки звук есть. Извините. Итак, спасибо, что написали. Я, к сожалению, не могу контролировать, если у вас нет. Я вижу, что у меня он есть. Теперь нужно ребро по вертикали. То есть, опять, какую бы штуку вы не рисовали, это может быть фару, машинку, бензобака. Вы добиваетесь ситуации, когда нужная деталь оказывается в окружении вот такого паттерна. То есть, как бы квадратик пересекается посередине. Если это эллипс, как вот тут, то все то же самое. Также я добавляю ребра. Я середину глазочек камеры тоже хочу сделать, в смысле вспышку. Также абсолютно. Вот именно. А что дальше? А дальше, смотрите, мы берем с вами команду cut и наносим рисунок с диагональю. Так и так. Здесь. Так. И так. Со вспышкой немножко сложнее. Потому что она в виде эллипса. Поэтому тут придется вписать дополнительную структуру. Пока не будем. А тут, тут все просто. Выделяем точку и эту точку. И используем команду, которая называется chamfer. И она от точки строит практически идеальный круг. Но для нас он будет смотреться не как круг, как многогранник. Но поверьте, круг и есть. Сделаю чуть больше, чем нужно пока. Лучше вот так. Замечательно. И какая ерунда страна. Почему? Еще один секрет. Любая деталь обязательно должна иметь оконтуривание. То есть хотите круг? Отлично. Вокруг него должен быть еще один такой же. Тогда все будет работать идеально. Не будет оконтуривания. Или как его называют поддержки. И внутреннюю деталь сразу придет сглаживание. Как нам сделать два круга один другом? Ну, например, взять вот эти вот ребра. И эти тоже. И сделать им chamfer. Как только они станут двойными. Вот все. Теперь и смешные внутренние. Если мало, можно внешнему еще раз делать chamfer. То есть можно сделать сначала chamfer на большое расстояние. А потом взять только внешние края вот эти. И сделать им еще маленький chamfer. Такой микрочамфер, удерживающий дополнительно. Ну и что теперь? Вот они, круги. Притом внешний круг ведет, внутренний круг круг. Теперь мы можем с вами взять полигончики. Вот эти в центре. И удалить их. Они не нужны больше. Взять ребра. Нам же нужны углубления. И вот эти ребра. С шифтом скопировать в глубину. Вот у нас получаются углубления в корпусе. Open sub div. Вот теперь это аккуратные кружечки. Если где-то чуть-чуть круг мог, друзья мои, повредиться. Есть еще один вариант. Подрисовать снаружи окружность. И точки круга, если его деформировало из-за неравномерного натяжения сетки, просто подвинуть. У нас есть возможность включить конечный результат и перемещать. Пока мы не попадем в идеальное совпадение. Не так много времени занимает. Да, это, конечно, далеко от инженерной точности. Но тут мы говорим о визуализации, поэтому вполне допустимо. Есть, кстати говоря, скрипт к Максу, который автоматически выставляет. Но он, правда, не понимает полукору. Поэтому все равно не плацает. Что делать, если деталька в виде эллипса? Почти то же самое, но с одним отличием. Тут требуется дополнительное тогда ребро по краю эллипса. То есть вот так вот. И чайфер придется делать вот это вот ребро, а не точки. То есть берем ребро. Кстати, вот мне нравится, что такое у нас. Пока. И что? Точка уехала за пределы. Не надо уже это за пределы. Берем ребро и делаем ребро чайфер. И ребро вот так вот образует сразу нужную нам форму. Опять помним про то, что эти линии должны быть двойными. То есть их придется сейчас в свою очередь тоже взять. Сделал дополнительный чайфер вот так вот. Превратить в двойные. Ну и можно опять удалять полигоны внутри вот эти. Брать края внутренние. Закруглять их внутрь. Сделать бортики вот эти. И любоваться результатом. Если мы хотим более аккуратные формы, значит, нужно просто больше ребер. Значит, ребер не хватает. Можно, например, воспользоваться командой cut. Или можно еще пора взять вот эти вот ребра вот так вот. И сделать скамплект. Получим дополнительные ребра. Ой, только не надо было смещение ставить. И вот дополнительные ребра позволяют точнее передать закругление. Оп. Оп. Вот теперь тренируемся. Ну, здесь я сейчас не стану все это заполировывать. Что дальше? Поскольку у нас корпус по-честному заглубляется внутрь, мы можем нарисовать без зазрения совести вот такие маленькие плейны. Лишь бы по размерам. Это чтобы сейчас не возиться с материалами и модификатором Anvrap. С их расклейкой. Еще один плейн вот сюда. И на них потом наклеить изображение глазка, вспышки. Ну, и дальше по списку. Заодно можно будет расположить их ближе или дальше. И заодно, что удобно, они могут быть, допустим, из зеркального материала, в то время как корпус полированный, матовый. То есть они будут давать еще такой блеск. Если где-то там хромированные ободочки, ну, теперь это уже легко. Вот у нас есть внешний ободок. Мы можем выделить его, вот этот вот. И используя команду Extrude, выдавить хромовый ободочек. Вот так вот. Он приподнялся чуть-чуть. Вот теперь у нас еще и вот такая обводочка красивая получилась. Ну, позволю себе опустить остальное. Если взять редактор материалов, как видите, я немножко подготовился заранее. И в редакторе у меня есть материалы глянцевого матового металла, хрома, пластика белого, а также объективы камеры и вспышки. Давайте я покрашу корпус вот такое розовое золото, но матовое. Сейчас надо разочек рендернуть картинку, чтобы материал очухался и прорисовался нормально. Вот он и получается. Заметьте, насколько хорошо краешки корпус смотрятся с такими плавными закруглениями. Теперь вот эта вот каемка, которую я заранее предусмотрел на корпусе, вот она будет из полированного, вот этого. Опа, иди сюда. С виду сейчас разница не видна, но поверится потом пусть. Здесь вроде как хром должен быть. Выделил их и нажал кнопочку grow, чтобы произошел захват соседних участков. Вот будет хром. Ну, наверное, с этим хватит. Что у нас здесь? Глазочек верхний, но пускай будет камера. Этот глазочек вспышка. Очень простой способ. Видите, он позволяет уйти от применения модификатора Anvra. Ну, а здесь датчик отпечатка пальцев. Можно его сделать просто гладким и все. Ну, давайте посмотрим новую версию телефона. Я имею в виду на рендере. Ну, вот, прекрасно. Здесь появилась каемочка из полированного металла. Ну, а здесь все работает как положено. Стоит заметить, насчет полированного металла. Он же работает за счет отражения. То есть не всегда он будет смотреться светлее, чем матовый. Зависит от того, какие предметы находятся вокруг. Вот сейчас хорошо смотрится. Вот с этого ракурса отлично видно, что это кайма корпуса. Она отполирована более зеркально, чем сам корпус. Кстати говоря, в оригинальном телефоне так и есть. Ну, настало время заняться экранным модулем. Развернем экранный модуль. И еще раз. Насколько же удобно, да? То, что модель разбита на две части. То есть можно спокойно спрятаться. Одну вызвать другую. Спрятать эту, вызвать эту. Переключимся на вид фронт. То есть вид спереди. Ну, и вот он экранный модуль. Здесь наверху те же абсолютные хищрения. Не буду тратить ваше время. Можно было добавить вот так вот ребра. Вот так вот ребра. И запилить те же глазки. Ну, по сути, повтор абсолютно тех же действий. Поэтому давайте уйдем от них. Кстати. Лучше посмотрим, как сделать экран. Это, кстати, не так просто. Потому что удержать ровный прямоугольник нам нужно как минимум два ребра так на два ребра так. Существует известная хитрость в поле моделинга, который касается четких углов. Если хочешь, чтобы у тебя был четкий угол, обязательно впиши в него маленький квадратик. То есть как только в углу появится крошечный квадратик вот такой, угол на сглаживании станет четким. Если угол пересекается обычным х-паттерном, то есть вот так, то сглаживание его скорее всего куда-то поведет после этого. Отсюда вывод. Нам немножко не хватает ребра. По горизонтали их добавлять одно удовольствие. Connect. Поставили. Еще одно нужно. Ладно. Можно или поставить это ребра. Что ж тут ждет. И сделать ему чамфер. Так, что-то пошло. У меня Макс подклинило. Бывает. Все. Поставить это ребро, сделать ему чамфер. Или можно было еще одно ребро сделать. Ну и проще сделать вот так. Вот ребро и чамфер. Снизу. То же самое. Connect. Ребро. Чамфер. В другом случае, если бы у меня экран не был отделен от корпуса, то чамфера очень-очень больно бы ударили по форме корпуса с задней стороны, деформировав ее. Ну а сейчас-то попер, поэтому отлично. Ну и вот это вот ребро. Тут не сказать, что будет безболезненно, потому что как только я сделал ему чамфер, все-таки кое-что испортится. А именно закругление. Вот закругление теперь поднаелось, да. Придется брать точки, и это беда. И ручками их подстраивать. Ну, не бином-нитону, но надо уделить внимание, да. Все. И теперь, если у меня углы вот такие, то на OpenSav9 он удерживает сетку. И если я выделю внутреннюю часть вот этого, и присвою ей другой материал, что мы с вами увидим? Тут не все так просто. Вот материал экрана. Уже с картинкой налеплен. На сглаживание видно, что экран довольно сильно ушел от региона. Потому что нужна еще внешность, которая двух ребер достаточно, только для того, чтобы они удержали форму углов. Но недостаточно, чтобы они не сместились. Нужны дополнительные реберки. Еще снаружи, еще слева. То есть придется добавлять еще ребро, хотя бы одно здесь, которое держит как бы внешний периметр экранного блока. Вот это вот техническая модель, наверное, самое большое расстройство, когда ты понимаешь, что ребер все-таки не получится ограничить малого количества. Другое дело, ребра не обязательно должны идти через сумму. Если вас раздражают вот такие ребра, можно сделать так, чтобы они доходились примерно до этой точки. То есть вот так вот. Тут будет Т-узел. И в этом нет ничего страшного. Наверху, в принципе, тоже. Мне надоели длины ребра через сумму-модель. Я могу проводить вот так. Но считается, что это не очень здорово, когда у тебя ребро заканчивается буквой Т. Но с другой стороны, на плоскости это вообще никак не влияет ни на что. Вот, я добавил эти-то ребра. Вот, получил вполне законное наказание в виде деформации. К счастью, невидимых. Пробую снова покрасить экран. Вот я опять выделил экран. Вот, я его опять скрашу. Ну, он уже покрашен на самом деле сто раз. И что я вижу? Теперь он меньше старается утечь, хотя все равно утекает. За счет чего происходит тут деформация неприятная? Заметьте, в симметрии все в порядке. Но потом получается вот эта бяка. Не хватает поддержки внутри. Вот этот вот шаг сетки очень плотный здесь. А здесь очень разряженный. Важно понимать сам принцип работы OpenSandiva. Он всегда стремится передвинуть сетку так, чтобы получить равномерность. То есть придется добавлять ребра еще и внутри. Вот, казалось бы, простая плоская деталь, экран. Что там делать? Но нет. Нужны ребра по внутренней стороне. Так. Так. И вот только эти ребра наглухо зафиксируют уже окончательно все. До следующего. Ну, и давайте я выделю вот так вот. Что ж ты? Такой-сюкой вредный. Эринг, давай выделяйся. Вот. Ну, не буду доводить до сюда. Достаточно вот так. И еще один камень. То есть вот это последнее ребра, оно уже фиксирует форму. То есть видите, внешние поддержки, внутренние поддержки и край. И вот только при таком подходе, наконец, эта зараза стоит на месте. Зато можно вот из этой штуки сделать хромированную рамочку. То есть если вокруг экрана рамочка из хрома, то вот эти вот ребра так и напрашиваются, выдели нас и покраска хромом. Ну, или там резина, или что-то. Какую уплотнительную периметку. Можно их даже экструдовать, чтобы они приобрели толщину. Ну, сейчас я обойдусь простой покраской. Опачки. Вот. Наконец-таки готов экранный модуль. Давайте посмотрим результат. Почему с картинкой такая видна? Ну, конечно, отсутствует модификатор UWMAP. Применяем UWMAP. Настраиваем ее в более правильную плоскость. Вот она. Меняем размер так называемого контейнера. Ну, модификатор UWMAP – это один из самых базовых модификаторов, которые люди изучают в МАКСе. И, как вы все знаете, он позволяет двигать картинку по объекту текстурную, сажать ее там, как тебе нужно. Вот, мне кажется, так как раз она сейчас заняла свое законное место. Проверяем сейчас. Ну, и если мы сейчас вызовем спрятанные объекты... А, кстати, сдается мне, было бы очень хорошо покрасить еще и внешнюю часть, вот эту. Я же ее как-то упустил, извините. Я ее немножко пороворонил в момент. Может, кстати, и покрасил, но на всякий случай... Нет, не покрасил. У меня есть материал гладенькая белая пластмасса. Подпускаем, она тут будет. Есть еще один нюанс. Для создания более правильного шва, внешний край экрана, то есть всю вот эту внешнюю линию, можно чуть-чуть с шифтом загнуть в глубину. Макс, конечно, не очень умно покрасил ее экраном, случайно. Давайте я перекрашу тластик. Вот этот вот загиб наружу, плюс экстракт по периметру, здесь, сделает экранный модуль визуально имеющим толщину. То есть вот таким. То, что внутри, он хоть странно, это не важно, изнутри не собираемся смотреться. Но самый-то главный момент вот в чем. Сопряжение экранного модуля и края корпуса, оно получается безупречное. И там каждая сторона загибается внутренне вот так вот, образуя микрощель. То есть это действительно выглядит как сопряжение двух технологических деталей. И даже на самых крупных рендерах, вот я сделал рендер в суперкрупном плане. Заметьте, насколько это хорошо выглядит на крупном плане. То есть видно, что линия не обогнана, а то, что действительно некое физическое тело материальное, которое имеет явную толщину и сопряжено, конечно, плотно, но не безупречно. То есть есть ничтожная микронная приотширность. Ну и вот, в общем-то, дорогие друзья, мы почти закончили. Могу добавить к сказанному. Помимо моделинга как такового, ну там всякие кнопочки, дырочки и прочие глазики, они будут делаться ровно так же, как делалась сзади вот эта часть. Поэтому я не буду вас утомлять три раза повторяя одно и то же в разных частях. Но у меня есть что сказать о нем. Сказано уже. Кроме моделинга, порой будет важно текстурировать. По той причине, что как вот здесь вот, просто тупо стереть деталь, подложить в плейнг картинку камеры, не всегда получится. Вот, допустим, на переднем плане здесь должны быть кнопочки, которые как бы нарисованы в пластике. То есть их нельзя сверху прилепить. Более того, они еще и светиться могут в темноте. Тогда придется осваивать базовые навыки по текстурированию. Наиболее простой способ выглядит так. У нас есть материал, который обеспечивает белый пластик. Мы меняем его на материал, который называется бленд, смешный. Вторым материалом добавляем ему, допустим, черный пластик. Вот у меня получился белый пластик, черный пластик. Вот кнопочки будут черными. Ну и, допустим, не такими блестящими. Если вы пользуетесь вереем или короной, у них есть аналогичный материал. Как эти материалы между собой будут смешиваться? Им нужна маска. Маска, друзья мои, это картинка черно-белая, которая, понятно, рисуется заранее. Ну, например, вот такая. Она показывает белым, куда класть второй материал, черным, куда первый. Если я поставлю вот такую маску или, допустим, вот такую маску, то у нас поймет систему так, что вот здесь материал первый, такой бы он ни был, а сюда материал второй. Это может быть любая сложная форма, естественно. Вот пускай будет кнопочка для примера. Вот она. И получился материал. Очень хорошо видно. На фоне белого пластика вставочка черного пластика, где кнопочки. Но самое сложное, конечно, не так. Самое сложное объяснить системе, куда лепить кнопочки. Вот как ей ты это понимаешь, объяснишь. Есть модификатор, очень суровый, который изучается аж целый курс. Называется он Unwrap, Unwrap UW, так называемый сложное текстурирование. Вот он как раз может запросто объяснить текстуре чего угодно. Где там она лежит, как она лежит и так далее. Как работает Unwrap? Вот сейчас я его применю к модели. И Unwrap предлагает мне выделять какие-то полигоны в этой модели и редактировать их в текстурные развертки. Вот это текстурная развертка. Вот это как полигоны лежат на текстуре. А вот это, кстати, сама текстура. Что я сделаю? Самый простой способ. Я выделю сначала все вот эти полигоны, кроме полигонов экрана. Экран-то мне корежит, не надо. Есть несколько способов, как их выделить по материалу. Например, каждый материал, хотя это и не очевидно, имеет свой номер. Есть такое понятие Select ID, выделить материал по номеру. Я, конечно, не знаю, какие там у них номера. Попробую наугад первый. О, экран, второй, рамочка, третий. Такое-сякое. А что это мы пластик выделять не хотим? Пятый. Ну, ладно, пятый-то пятый. Попался. Можно было просто тупо выделить каждый полигон. Но так интересно. И я скажу, а ну-ка, на эти полигоны нанеси ко мне так называемую плоскую карту. Плоская карта что делает? Она, по сути, говорит всем этим полигонам, соберитесь, ребят. Сейчас мы будем говорить, куда встать. И я все эти полигоны ставлю как-то не смешно куда-нибудь вот сюда вот. Просто в уголочек. И поставил в уголок, чтобы не было вот сюда. А напомню, черный означает белый пластик. Вот это означает черный пластик. То есть если я эти полигоны просто прижал в уголок, они поймут у меня так, что их все покрасили белым пластиком. В какое именно место их положу, неважно. Могу сюда положить. Могу сюда, но лишь бы вот не сюда. Окей. Так, теперь я выделю нужные мне полигоны, куда кнопочки клеятся. Вот они. Оп. Сюда кнопочки клеятся. И скажу им, что хочу лично им отдельно отдать какое-то распоряжение. Это опять та же кнопка QuickPlanarMap. И не обращайте внимания на то, что крайне аккуратно захвачено. Это неважно. Оп. Open. И эти полигоны говорят, ну-ка, скажи нам, куда. А вот сюда. Вот. И что у нас получилось? А вот и кнопочки. Притом, заметьте, если я здесь как-то блоком манипулирую, то кнопочки движутся по экрану телефона. Могу лично каждую кнопочку расположить где надо. Ну, мне кажется, три вот так в ряд нормальных. Опочки. То, что он смотрится черным и белым, это пока временно. На самом деле... Так, только я сейчас спрятал полигоны экрана. Надо бы вызвать их назад. Все. Anvrap – это очень эффективная штука для борьбы с технологическими моделями. Именно она может лепить наклейки, этикетки, надписи. Ну, все, что хочешь, вплоть до граффити. Ну, и давайте посмотрим, как это выглядит сейчас. Вот, пожалуйста. Кнопочки. Если я хочу, чтобы они, допустим, светились, ну ладно, значит, ну просто материал этот переделать. Это же материал кнопочек, который вот с этим материалом смешивается по маске. Вот, пускай кнопочки будут, например, пускай черный, пофиг. Так, светящийся главное. Ну вот, включаю местный аналог самосвечения. Допустим, холодным голубым цветом. Окей. Рендер. Вот теперь кнопочка светящаяся получилась. Оу! Ошибочка. Интересное кино. Ну, это, конечно, глюк. Это, конечно, система арт, видать, криво интегрирует эти два материала с включенным свечением. В другом никак я объясню. Вот если я просто их перекрашу, дайте, посмотрите, что будет. Конечно, я обычно пользуюсь VRM для таких задач. То, что я здесь использовал рендеринг-карт, это просто, чтобы не усложнять пример и не заводить у вас еще VRM. Ну да, во всех остальных случаях я просто покрасываю кнопки синие, все работает. Ну что же, анхайд. Давайте я возьму этот телефон, сгруппирую, сделаю его копия и разверну обратную сторону. Ну и мы посмотрим, как же у меня получилось. Хочу заметить, включая болтовню, 45 минут. Если бы не болтать, можно за полчаса. То есть, в целом, запилить такой телефон со всеми деталями, идеальными кружочками, без ошибок, подверейчик, ну, часа два. Ну, точность, конечно, здесь аховая, никакого технологического производства не наладишь. Вот так Макс-то он не для этого удастся. А вот что касается объективно красивой визуализации для рекламного ролика, для презентации, для внедрения в какую-нибудь там компьютерную игру, еще куда-то. И этого более чем достаточно. Точность вполне приемная, пропорции соблюдены, размеры соблюдены. Друзья мои, на этом все. Еще разочек хочу подчеркнуть. В моделинге подобного рода удобнее всего модель воспринимать сначала, на первом этапе, как некие общие очертания, которые нужно повторить простой формой. Боксом, шаром, чем угодно. А потом, как набор кусочков, на которые надо разрезать. А вот после этого, в каждый кусочек уже можно встраивать любые детали, не боясь повредить другие кусочки. Между кусочками, а правильно говоря, панелем, нужно сделать швы. И у вас будут красивые модельки получаться очень легко. Кружочки, вы видели, делаются чамфером легко. Ну и все остальное тоже. Не беда, не беда. Хочу заметить, у нас есть курс, который называется «Технологическое моделирование», где как раз эти вопросы подробно еще изучаются. Поэтому, если возникло желание научиться самим все это делать красиво и быстро, приглашаю вас к нам учиться. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо. Уважаемые вебинаристы, кто у вас подключился, пишите ваши вопросы в чатик. Надеюсь, вам понравилось небольшое моё выступление.